В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Репетиция ЧП. Самарские коммунальщики учатся ликвидировать последствия аварий на котельных. Самарские предприятия примут участие в строительстве нового завода. О перспективах региональной промышленности говорили на заседании Союза работодателей. Здесь будет Космоград. Самарцам представили проект нового парка. Медпомощь в шаговой доступности. В 4-й городской больнице Самара открылось отделение восстановительного лечения. Большие планы на Осипенко. Одну из центральных улиц Самары ждет глобальная реконструкция. Раскаленный август. Жара в конце лета бьет все рекорды. Местами по Самарской области столбик термометра сегодня достигал отметки в 40 градусов. Это на 7 градусов выше климатической нормы. Для того, чтобы пережить жаркую погоду без вреда для здоровья, областное управление МЧС напоминает о соблюдении нехитрых правил. Пить больше воды, не употреблять спиртных напитков и тяжелую пищу соблюдать дресс-код, светлая одежда, головной убор и солнцезащитные очки. Кроме того, в сухую жаркую погоду возрастает риск пожаров. В лесах Самарской области сохраняется пятый высокий класс пожароопасности. Но даже в такое знойное лето коммунальщики не забывают о холодах, которые, хоть в это верится с трудом, обязательно придут. Сегодня работники ЖКХ успешно провели учения на случай возможной аварии во время отопительного сезона. Специалисты отработали технологию подключения резервной котельной к домам. В том, что самарцам не грозит ледниковый период, убедилась Марина Матвейшина. Жители Управленческого точно не замерзнут. Даже если местные котельные, она кроме тюрьмы, отапливает еще и пять пятиэтажек поселка, внезапно даст сбой. В плюс 35 коммунальщики не забывают о предстоящей зиме и репетируют устранение возможного ЧП во время отопительного сезона. В случае, что у них останавливается котельная или на случай форс-мазора, потому что у нас такие варианты были, мы нормально, штатно, в течение полутора-двух часов разворачиваем резервный теплоисточек и его запускаем. Сейчас он запущен в режиме реального времени, реально он работает. Мобильная котельная может развернуться в любом и удобном месте. Она маневренная и компактная, но по мощности не уступает стационарной. По трубе идет горячая вода, и это чувствуется буквально за 15 минут. Она нагрелась до 60 градусов, об этом говорит термометр. Сама система рассчитана на то, чтобы в отопительный сезон нормально обслуживать несколько многоэтажных домов в минус 20 градусов на улице. Сегодня отопление в домах, конечно, не подключили. Специалисты собрали обратную схему, и горячая вода вернулась в резервный теплоноситель, не дойдя до домов. В остальном технология устранения ЧС отработана точно. На месте даже развернут обязательный передвижной пункт управления главы города. Это официальное название автомобиля, начиненного различным оборудованием. Это и компьютеры, и телефонные, и радиосвязь. А также камера, которая в режиме реального времени передает все происходящее мэру, где бы он ни находился. Такие возможности они должны быть. Это время, это решение проблемы быстрое, отдача команд, принятие команд своевременное, ну и, соответственно, выполнение своевременное. Коммунальщики отрабатывают технологии устранения возможной аварии во всех точках города, где может быть форс-мажор. Чтобы в случае реальной ситуации зимой сработать так быстро, что жители ничего не заметят. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События. Самарские предприятия примут участие в строительстве нового завода по производству сжиженного газа. Речь идет об РКЦ «Прогресс» и «Тяжмаш», а также заводах нефтехимического комплекса. Эта новость прозвучала на расширенном заседании регионального союза работодателей. О реализации амбициозных проектов наш следующий материал. Крупнейшие проекты – масштабные подряды. Уже в течение месяца определится участие самарских предприятий в реализации масштабной стройки компании «Новотек». Сегодня есть планы разместить в РКЦ «Прогресс», «Тяжмаш» и еще на шести заводах производство оборудования для нового предприятия по производству сжиженного газа. Информацию по проекту «Ямал-СПГ» озвучил совладелец «Новотека» Леонид Симановский на расширенном заседании регионального союза работодателей. По его словам, крупнейший акционер компании Леонид Михельсон поддержал идею отдать приоритет самарским предприятиям. Сегодня «Новотек» делает «Ямал-СПГ» обществом из проекта 28 миллиардов долларов. Это получается полтора триллиона рублей. Сегодня на площадке на севере работает 65 тысяч работающих, а в общей массе в этом проекте задействовано 350 тысяч работающих по всей стране. Так вот мы с ним говорим, давай повернемся лицом Самарской области, давай сделаем так, чтобы предприятия Самарской области были основными подрядчиками на следующую очередь «Ямал-СПГ» и «Ямал-СПГ-2». Самарский промышленный комплекс сегодня на подъеме. За последние три года создано 39 новых современных производств. По словам Николая Меркушкина, областные власти ставят более амбициозную задачу не только возродить в полном объеме экономические возможности Самары. Научно-производственный потенциал позволяет рассчитывать на ведущую роль в стране и в мире. Для этого необходимо заручиться весомой поддержкой из центра. Стратегическая задача – привести как можно больше своих представителей в федеральное законодательное собрание на выборах 18 сентября. Об участии регионов в предстоящих выборах Николай Меркушкин говорил и на встрече с активом замарских предприятий. В зале спорткомплекса «Грация» собрались около полутора тысяч человек. В том, что явка будет хорошая, сомнений нет. Есть вопрос, какова будет картина на фоне других регионов. Я верил, что результат у нас будет в целом нормальный. Но вопрос предстоит будет другому. Мы победили. Речь идет не об обмене. Мы победили, но победили мы соседи наши, которые хотят явиться намного больше, проголосать намного лучше. Как мы, по сравнению с ним. Или мы будем лидеры, одни из лидеров. И мы будем укреплять этот панцирь и ходить с полным правом просить требований. Или, как Чечири говорили, люди, не пришедшие на выборы, ни морального, ни юридического права, что не предпринимают в власти. Самое важное, в чем мы собрались, я должен обозначить нашу активную позицию, лично наших коллективов, и с тем, чтобы действительно эти выборы показали всей стране, что сама власти губерния не постепенно и не логоточная. Сегодня самой власти нужна поддержка. Непростая внешнеполитическая обстановка и санкции западной страны в таких условиях живет государство, при этом реализуя самые смелые задумки в промышленности, науке, спорте и культуре. Если народ докажет свою сплоченность, позиции страны на мировой арене усилятся. Марина Кравцова, Олег Зверев, Максим Гусев. События. Вопрос-ответ во всемирной сети. Глава города Олег Фурсов встретился с представителями интернет-СМИ Самары. Общение на популярных ресурсах – один из принципов работы власти. Открытость и максимальная прозрачность. По мнению Олега Фурсова, сегодня необходимо наиболее полно освещать то, что происходит в городе, чтобы общественность через представительные органы власти в районах могла высказывать свои оценки и пожелания. Сегодня в Самаре для развития города проводится масштабная реконструкция дорог, ремонт зданий, открываются новые производства. Впервые за много лет город закупил в большом количестве общественный транспорт. При том, что бюджетные возможности сегодня более скромные, чем раньше. Проводится реконструкция исторического центра Самары. Кроме того, инвесторы готовы вкладывать деньги в самые разные отрасли. Любой инвестор идет на доверие. Если есть доверие к власти, если уровень коррумпированности низок или его вообще нет, то, конечно, к чему мы стремимся в идеале. Если хорошие инфраструктурные проекты развиты, это дороги, это связь, это энергетика, это недорогое подключение к сетям, то и плюс еще льготное налогообложение, то, конечно, инвестор пойдет. Пять проектов очень высокой степени готовности. Вот пять проектов очень высокой степени готовности. Я думаю, что это может быть до конца этого года подписано и начаться реализация. Жители Самарской области стали активнее платить взносы за капремонт. На собранные средства за два года в регионе отремонтировано уже более тысячи многоквартирных домов. Все больше собственников жилья понимают, что эти сборы просто необходимы. Пока же в должниках 20% населения. О важности взносов за капремонт самарцам рассказали представители регионального штаба Общероссийского народного фронта. Четвертый дом на улице Каховской. Зданию уже почти 40 лет. И капремонт здесь запланирован. Чтобы провести работы по максимуму, жители не тратят время впустую и платят взносы. Там внизу все прогнило. Там все, у нас канализация течет в подвал. Вроде бы там что-то сделают, опять течет. Фоксальный ремонт, он нужен, конечно, нужен. Надо за всем следить. За два предыдущих года в Самарской области капитально отремонтированы больше тысячи домов. Сегодня в строительных лесах еще 700 зданий. Все это благодаря взносам. Их в регионе платят более 80% собственников жилья. Платить фонд капитального ремонта действительно необходимо. Это, учитывая все современные нормы законодательства, ответственность каждого собственника своего жилого помещения. Минимальный размер взноса за капитальный ремонт, он принят постановлением правительства Самарской области. И на сегодняшний день, с 1 июля 2016 года, он составляет для домов до пяти этажей, это 5 рублей 27 копеек. Для домов свыше пяти этажей 6 рублей 45 копеек. За один квадратный метр. Региональная программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет. В нее в Самарской области попадают 15 тысяч 900 многоквартирных домов. Там, где жильцы платят взносы за капремонт, вполне можно рассчитывать на такие виды работ, как ремонт кровли, фасадов, фундамента, инженерных сетей, замена лифтового оборудования. Стоит отметить, с каждым годом контроль за качеством выполнения работ становится все жестче. Павел Баймаков, Василий Колдашов. События. Поле 160 миллионов рублей в Самаре выделили на ремонт улицы Осипенко. Впрочем, слово «ремонт» здесь, наверное, не совсем точное. Скорее речь идет о реконструкции, потому что обновлять планируют все. От ротуаров и проезжей части до скверов. Работы уже выполнены наполовину. Как дождать полного преображения, знает Алина Чемерес. Комплексный ремонт улицы Осипенко на участке от Мичурина до Лесной начался в июне. Уже обновили проезжую часть. В середине сентября здесь закончат укладывать плитку. Новое покрытие очень прочное и может выдержать вес легкового автомобиля. Ремонт идет по современным технологиям, но есть и сложности, связанные с подземными коммуникациями. Сложность данного участка заключается в высоком залегании колодцев, водоканала и предприятий подцеповых сетей. Справляемся, понижая, убирая лишние кольца колодцев и опуская уровень колодцев. Всего на обновление улицы Осипенко выделено 163 миллиона рублей. Здесь приведут в порядок дорогу, обновят бордюрные камни, ограждения, тротуары, нанесут свежую разметку, благоустроят газоны, оборудуют места для прогулок и отдыха. Для слабовидящих жителей положат специальную тактильную плитку. Приведут в порядок и сквер на площади Героев 21-й армии. Гарантия на комплексный ремонт 5 лет. Если в это время здесь обнаружат дефекты, подрядчику придется устранять их за свой счет. За ходом ремонта пристально следят городские службы. Качество работ контролируют на каждом этапе. Осуществляется контроль подготовки основания щебеночного, песчаного основания, устройства плечного покрытия. Производится замеры выполненных работ. По асфальтобетонному покрытию производим проверку фрезерованного основания. Далее после укладки выравнивающего слоя производим кернение. По получению результатов, если все положительное, как у нас это на данном участке, то идет допуск к устройству верхнего слоя. За ремонтом улицы наблюдают и жители. Их замечания и предложения подрядчик учитывает. Люди уже видят изменения. Благоустроился наш скверик. Появились клумбы красивые. Появились зоны отдыха. Появились площадки, где можно погулять с детьми, отдохнуть. Улицу Осипенко приводят в порядок по контракту, рассчитанному на два года. Полностью обновленная. На встретить жителей в конце августа 2017-го. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Все профильные специалисты, комплексное лечение и никаких очередей. В Самарской городской больнице номер 4 открылось новое отделение. Здесь восстановление могут пройти пациенты после инсультов, с неврологическими заболеваниями и после травм. Как говорят специалисты, после такой реабилитации выздоравливают пациенты гораздо быстрее. Марина Кравцова узнала, что входит в комплекс. На лечебную физкультуру только с улыбкой и хорошим настроением. Так и восстановление после болезни идет быстрее. Ольга Колесникова делится. Удивил комплексный подход врачей к лечению. Пациентка обратилась с болью в ноге, а процедуры назначили для восстановления всего организма. Поразило и отсутствие очередей. Мы когда приходим, нигде никаких очередей. Все точно по графику, по расписанию. Тебя встречает добрым словом, улыбкой, уверенностью в том, что все будет хорошо. Отделение реабилитации и восстановительного лечения в 4-й Самарской городской больнице открыли этим летом. Курсы здесь проходят пациенты с неврологическими заболеваниями, остеохондрозами, артритами, артрозами, после инсультов и травм. Специально для нового отделения на средства больницы отремонтировали несколько кабинетов. Прием ведут врач-терапевт, ортопед-равматолог, невролог, физиотерапевт, инструктор по ЛФК и массажист. Здесь же завершающие этапы восстановления смогут проходить люди после эндопротезирования тазобедренного сустава. Отделение сможет принять таких пациентов из пяти районов Самары. Мы открыли палату на 5-й, которая работает у нас в две смены. Организовали штатное расписание. Кроме того, сюда у нас входит целое отделение физиотерапии, массажисты и инструкторы по лечебной физкультуре. На реабилитацию после эндопротезирования требуется три недели. Курс восстановительного лечения при неврологии после травм длится 10-12 дней. Для каждого пациента специалисты подбирают индивидуальный план лечения. Уже на 5-6 день наши пациенты отмечают улучшение общего состояния. То есть у них уменьшается головокружение, исчезают практически боли. Потому что в комплексе, помимо медикаментозного лечения, они получают у нас физиопроцедуры. Врачи выезжают и на дом к пациентам, помогают подняться на ноги после инсультов. А родственникам рассказывают, какую помощь они могут оказать. В следующем году в больнице отремонтируют и кабинеты физиотерапии. А сейчас приводят в порядок фасад. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. В Самаре появится Космоград. Он объединит на одной территории множество знаковых объектов города. Среди них музей Самарокосмическая, музей заводов, Самарского университета имени Королева и новые проекты Парк культуры и науки «Союз» и Ботанический сад. На презентации масштабного проекта побывала Лариса Шалафаст. Будущий Космоград – находка для туристов всего мира и хорошая возможность еще раз заявить о Самаре как о космической столице России. Парк Космоград должен объединить существующую инфраструктуру Музей Самарокосмическая, музеи заводов, Самарского университета имени Королева и новые перспективные проекты – Парк науки и культуры «Союз», Ботанический сад и парк, планируемый возле стадиона «Самар-арена». Все это создаст уникальную туристическую инфраструктуру. Необходимо уже в Самаре иметь определенную инфраструктуру, которая бы привлекала внимание к Самаре, к нашему региону, большие туристические потоки для того, чтобы опять же загружать инфраструктуру, созданную до Чемпионата мира. И по сути этот проект у нас является продолжением реализации или новым этапом реализации социально-экономической стратегии развития Самарской области. Инициаторы проекта «Космоград» надеются, что этот парк станет не только местом притяжения туристов, но и будет мотивировать молодых людей учиться и работать именно в космической отрасли. Создание такого парка, аэрокосмического, тем более в Самаре, в центре, не то что пилотируемой космонавтики, а в центре, можно сказать, мировой космонавтики, это очень хорошая идея, потому что наша отрасль нуждается в притоке свежих, умных, молодых, грамотных людей. Проект «Космоград» будет реализован только если получит активную поддержку жителей области. Принять участие в развитии и продвижении проекта может любой желающий. Уже разработан специальный сайт «Космоград.РФ», где есть возможность проголосовать за уже опубликованные идеи и предложить свои. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов, События. Далее новости с финансовой биржи курсы валют пошли на попятную. Подробности у нашего экономического обозревателя Ларисы Шлафаст. Здравствуйте! Цена нефти уверенно приближается к 50 долларам. На фоне данных о том, что запасы нефти и бензина в США уменьшились. Сегодня за один баррель марки «Брент» дают 49 долларов 74 цента. Доллары и евро немного сдали позиции. На 19 августа Центробанк установил курс американской валюты на отметке 63 рубля 54 копейки. Евро 71 рубль 93 копейки. Золото стоит 2762 рубля. Серебро 40 рублей 26 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 61 рубль 72 копейки. Дороже всего продать за 66 рублей 9 копеек. Инфляция в России вернулась к нулю. Росстат сообщает, потребительские цены в стране за неделю не изменились. В Самаре площадку обанкротившейся компании «Кросс» на пересечении Владимирской и Карла Маркса выставили на торги. А управляющие компании города задолжали заводу почти 450 миллионов рублей. Должникам грозит уголовная ответственность. На этом все. Удачи в делах. Первая партия готова. 63 400 бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госдумы России 18 сентября уже напечатали в Самаре. И все они уедут за границу. Продукция самарской полиграфии отправится в Белоруссию, Абхазию и США. Бюллетени предназначены для зарубежных избирательных участков. Голосовать будут граждане России, которые проживают за ее пределами. Впервые центр избирком поручил печатать такие бюллетени регионам. Из Самара они отправятся сначала в ЦИК, а потом на участки за границу. В ближайшее время начнут печатать и бюллетени для Самарской области. Избирательные бюллетени буквально на днях начнут изготавливаться для непосредственного голосования на выбор депутатов Государственной Думы для Самарской области в ближайшие его дни. И все процессы изготовления должны завершиться не позднее 7 сентября. Далее коротко о других темах дня. На заводском шоссе в Самаре нашли склад с 3,5 тоннами паленого алкоголя. Полицейские считают, что организовал его 29-летний житель Самары. Во время облавы силовики нашли там 3,5 тысячи литров маркированной и немаркированной алкогольной продукции, в том числе коньяк и водку известных марок. Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело обманутых дольщиков «Волга Групп» отложили до декабря. Экс-директоров Евгения Оброськина, Владимира Зотова и Константина Зиневича обвинили в мошенничестве, от которого пострадали 624 дольщика. Они отдали деньги на строительство жилищных комплексов «Монглан», «Альбатрос», «Молодежный 1,2», а также коттеджного поселка Дубрава. Обещанные квартиры люди так и не получили. В 2010 году было возбуждено уголовное дело. В суд его передали в июне 2015 года. Теперь же назначена дополнительная бухгалтерская финансово-экономическая экспертиза, для проведения которой отвели время до декабря. Первые восходы по маршруту Самара-Сызрэй начнут ходить 20 августа. Это модернизированные суда, которые смогут принять на борт до 70 человек. Кроме того, уже в будущем году начнется ремонт самарского пассажирского речного порта. Предполагается его сделать максимально комфортным для пассажиров. Жилье на вторичном рынке региона продолжает дешеветь. Самая высокая средняя цена одного квадратного метра в Самаре – чуть более 60 тысяч рублей. Самая низкая в Октябрьске – 24,5 тысячи. По сравнению с летом прошлого года цены снизились почти на 11%. При этом снять однушку в Самаре можно, начиная от 11 тысяч рублей. Речь в таком случае идет о малосемейке. Стоимость же аренды элитного жилья доходит до 50 тысяч рублей в месяц. С жителями советского района города Самара провели несколько встреч в рамках проекта на связи с губернатором. Проект стартовал в 2013 году и сейчас набирает обороты. В этом году встречи проводятся по нескольким направлениям. Работа для всех, семья и старшее поколение. Жители района получили возможность пообщаться с работодателями и работниками соцслужб. Горожане узнали, какие вакансии сейчас востребованы больше всего. А молодые родители получили буклеты о государственной поддержке материнства и детства. Также самарцы могли заполнить специальные анкеты и написать обращение напрямую к губернатору Самарской области. Далее новости спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Одного из лучших баскетболистов единой лиги Алексея Зазулина заманили в Самару золотым калачом. Команда с одноименным названием в предстоящем сезоне нацелена бороться за главный трофей чемпионата страны в суперлиге «Золотые медали». А уже через год показать себя в единой. Кроме этого, спортсмену импонирует дух команды. Самара в любом матче регулярки и плей-офф сражается до последней секунды, до победного результата. Отец возглавляет эту команду, поэтому уже знаком с командой достаточно хорошо. Хорошо все будет. Понятно, это не просто всегда оказываться родным людям, но я думаю, это будет только помогать и друг другу подхлестывать, потому что все-таки мы оба, которые отдаемся на 100%, мы настоящие профессионалы, поэтому будем все это во благо только командой делать. Алексей Зазулин за 17 лет в профессионалах успел достучаться до баскетбольных небес. Поиграл в национальной сборной и в лучших клубах России. Он трехкратный чемпион и двухкратный обладатель Кубка страны. Выигрывал Кубок Европы в составе Казанского Уникса. В новом сезоне звезда российского баскетбола подписал контракт с клубом Самара. Именно здесь его научил забрасывать мяч в кольцо Камо Пагасян. Я рад, что Алексей принял наше приглашение и вернулся в свой родной клуб, потому что мы хотим выходить на более высокий уровень. Это самый наш топовый игрок на сегодняшний момент. Я думаю, что с его приходом мы станем гораздо сильнее. И то, что Алексей будет основным действующим игроком в клубе, в этом нет никаких сомнений. В межсезонье все команды Суперлиги укрепили свои составы. Чемпионат страны обещает получиться интересным и бескомпромиссным. Но что удивительно, многие клубы приглашают играть к себе в основном легионеров. Самара идет по другому пути. 80% – самарские баскетболисты. Это единственная команда в чемпионате страны с таким высоким показателем местных спортсменов в составе. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»